Слушание о Верховном суде России проходило почти 7 часов. Трансляцию из зала заседания в режиме реального времени вел корреспондент Риа Владниус. Напомним, жалобы были поданы на решение Верховного суда Российской Федерации от 15 ноября 2017 года, который перенес рассмотрение дела по существу из Ленинского районного суда Владивостока в Тверской суд Москвы. Игорь Пушкарев и Андрей Лушников находились на этот момент в СИЗО и участвовали в слушаниях по видеоконференц-связи. После того, как зашла речь о бухгалтерском балансе МУП «Дороги Владивостока» и данных о прибыли предприятия, Игорю Пушкареву дали слово. «Как вы видите, нет ни одного законного аргумента со стороны прокуратуры. Нет ущерба, содержание незаконно, заседание незаконно, всё дело незаконно. Оно основано только на шести страницах справки из ФСБ, не имеющей никакой процессуальной силы. Это филькина грамота. Нарушено абсолютно всё», – заявил Игорь Пушкарев. Суд также не прислушался к аргументам адвоката Янченко. «Хочется добавить, что данный судебный акт ни по форме, ни по содержанию не соответствует нормам УПК. Верховный суд – высший судебный орган страны. Весь город Владивосток сейчас ждёт вашего решения. Не подрывайте доверие к российскому правосудию», – сказал адвокат. Адвокат привёл в пример дело Александра Хорошавина, губернатора Сахалинской области, с 2007 по 2015 год. «Это было уголовное дело особой тяжести, и вопрос об изменении территориальной подсудности даже не ставился. Его судили в Южно-Сахалинске», – отметил Руслан Янченко. Однако 18 января суд не прислушался к многочисленным доводам адвокатов и отказал во всех ходатайствах защиты. Дело будет рассмотрено по существу в Москве. Апелляционная коллегия Верховного суда Российской Федерации определила, постановление Верховного суда от 15 ноября 2017 года по подсудности дела оставить без изменений. Постановление о продлении сроков содержания под стражей и домашнего ареста также оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.